Продолжение следует... Эндокринная система – это регуляторно интегрирующая система организма, которая работает в тесном единстве с сердечно-сосудистой, иммунной и особенно нервной системами. Эволюционно появившись раньше нервной системы, эндокринная выполнила и до сих пор выполняет функции регуляции и передачи информации. И механизмы этих систем схожи. Итак, регуляция работы органов и систем организма осуществляется благодаря следующим механизмам регуляции. Первое – нервной рефлексы, гуморальной – с помощью физиологически активных веществ через жидкие среды организма. Хомор переводится как «жидкость». И третье – эндокринной. Эти механизмы тесно связаны между собой и обеспечивают единую нейрогуморально-гормональную регуляцию. Нервная система передает информацию посредством особых химических веществ – нейромедиаторов, а эндокринная – гормоны. Информация в нервной системе передается по нервным волокнам, а в эндокринной – через кровь. Отличает их лишь скорость и точность доставки сигнала, а объединяясь в гипофизе, эти две системы и вовсе становятся единым целым нейроэндокринной системой. Эндокринная регуляция осуществляется благодаря физиологически активным веществам – гормонам, которые выделяют железы внутренней секреции. Железы организма человека делят на две основные группы. Экзокринные. Экзокринные имеют протоки и выделяют секреты на поверхность кожи или на поверхность слизистых оболочек полостей различных органов – молочные, сальные, потолы. Эндокринные – железы не имеют протоков и выделяют свои секреты гормонов кровь и лимфу. Существует три типа желез. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Внешней секреции относятся экзокринные, слюны, потовые, молочные, железы желудка, железокишечника, печени и так далее. Эти железы имеют выводные протоки и выделяют свой секрет в полости или во внешнюю среду. Смешанной секреции имеют признаки внешней и внутренней секреции. Например, поджелудочная, половые железы. Внутренней секреции. К внутренней секреции или эндокринные не имеют выводных протоков и выделяют свои продукты, гормоны, кровь. К ним относятся гипофиз, эпифиз, щитовидная, околощитовидная железы, тимус, надпочечники, островковая часть поджелудочной железы, внутрисекреторная часть половых желез, яичники, семенники. Итак, еще раз мы с вами просмотрим. К железам, выделяющим секреты только в кровь, относятся эпифиз, гипофиз, щитовидная, пара щитовидная железы, вилочковая железотимус, надпочечники. Гормоны. Гормоны. Химические соединения с высокой биологической активностью, регуляторы, дающие в малых дозах значительный физиологический эффект. Но здесь хочется отметить, что гуморальная регуляция, регуляция функции организма посредством биологически активных веществ, которые возбуждают органы и ткани через биологические жидкости, как раз первыми из них являются гормоны. В классическом представлении гормоны являются результатом внутренней секреции, химическими соединениями, продуцируемыми, специализированными, беспроточными железистыми клетками и высвобождающимися в кровоток, чтобы быть распределенными по организму. К специфическим клеткам-мишеням, где они в малых концентрациях, производят физиологические, морфологические и биохимические эффекты. Эндокринология – раздел физиологии, посвященный этим процессам. Гормоны выступают как химические передатчики информации. Когда гормон достигает своего собственного органа-мишени, он вызывает специфические эффекты. Эта специфичность достигается посредством клеточных рецепторов. Обратите внимание на схему клеточных рецепторов. Только клетки органа-мишени имеют рецепторы для приема гормона, имеют возможность прочитать, в кавычках, конечно же, прочитать химически закодированную информацию. Гормоны начинают влиять на функции организма, которые запускаются или регулируются в течение минут или часов. Так что гормональный информационный перенос осуществляется значительно медленнее, чем распространяется нервная информация, которая позволяет организму отвечать немедленно на факторы окружающей среды и внутренние функциональные изменения. Но требования в том, что гормоны секретируются эндокринными железами только в ток крови, сильно ограничивают представление о механизмах регуляции. По химической природе гормоны делят на три основные группы. Полиепептиды, гормоны гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной железы, аминокислоты и их производные, тероксин, адреналин и жиростворимые стероиды, половые гормоны. Одни гормоны первые посредники адреналин-пептиды воздействуют на рецепторы клеточных мембран. Рецепторные белки мембран вызывают образование второго посредника, который приводит к активации эффекторных белков и быстрому и кратковременному клеточному ответу. Далее мы должны с вами разобрать следующий наш блок лекции. Это гипоталама, гипофизарная система, единый структурно-функциональный комплекс. Связь нервной системы и эндокринной осуществляется через гипоталамус, нижнюю часть промежуточного мозга. Под действием его нейрогормонов, либеринов и статинов, гипотез секретирует тропные гормоны, регулирующие работу остальных желез внутренней и смешанной секреции. Здесь хочется все-таки добавить, что нейроэндокринные клетки вырабатывают релизинг-факторы либерина, стимулирующие функцию гипофиза, и статины. Они как раз тормозящие, которые воздействуют на клетки передней доли гипофиза. Кроме этого, они вырабатывают вазопресин и окситоцин, которые накапливаются в задней доле гипофиза. Контроль гипоталамуса над внутренними органами возможен благодаря тому, что он регулирует функции гипофиза, главной железы внутренней секреции, которая управляет деятельностью всех остальных желез внутренней секреции, щитовидной, поджелудочной, половых и надпочечников. Кроме того, гипофиз вырабатывает гормон роста. В работе гипоталамы гипофизарной системы заложен принцип обратной связи. Когда какие-нибудь железы внутренней секреции начинают выделять слишком мало или наоборот, чересчур много гормонов, гипоталамус улавливает отклонения в их концентрации в крови и от необходимого на данный момент уровня регулирует. Затем, возбуждая или тормозя гипофиз и через него соответствующую железу внутренней секреции, гипоталамус переводит ее функцию на нужный уровень. Гипоталама гипофизарная система является типичным примером тесного объединения нервного и гуморального способов регуляции функций нашего организма. Здесь мы должны с вами посмотреть гипоталаму гипофизарную систему и гипофизарные гормоны. Гормон роста, соматотропный гормон, СТГ сокращенно его еще называют, ненастаток этого гормона в детском возрасте тормозит рост, развивается заболевание гипофизарная карликовость, рост не превышает 130 см, избыток гормона приводит к гигантизму, если гормоны вырабатываются больше нормы у взрослого человека, развивается акромегалия, при этом увеличиваются размеры ног, рук, лица. Тереотропный гормон, еще его сокращенно называют, ТТГ, воздействует на щитовидную железу, вызывая образование тироксина и прийод тиранина. То есть он регулирует деятельность щитовидной железы, увеличивает синтез и секрецию йодсодержащих гормонов этой железы. Адренокортикотропный, АКТГ, он воздействует на кору надпочечников, вызывая образование минерала кортикоидов, глюкокортикоидов. Данные гормоны, если брать адренокортикоиды, например, адренокортикотропные, регулируют функцию коркового вещества надпочечников, усиливая синтез глюкокортикоидов. Далее, фолликулостимулирующий гормон аденогипофиза стимулирует образование половых клеток, сокращенно ФСГ еще его называют. Далее, люцинизирующий ЛГ гормон, он служит для образования половых гормонов. Пролактотропный гормон секретируется в конце беременности и приводит к выработке молока. То есть, пролактин, гормон, стимулирующий развитие молочных желез и секрецию молока, а также развитие желтого тела, вызывает формирование материнского инстинкта. Гипофизарные гормоны, гормон промежуточной доли, мелантропин, отвечает за образование пигмента меланина в коже. Также хочется отметить, что есть, да, вот то, что сейчас я вам сказала, гормон именно средней доли, это мелантропный, регулирует пигментацию кожи. Если у человека имеется участок кожи, не содержащий пигмента, этот участок более светлый. А вот гормоны задней доли, сама задняя доля не синтезирует гормоны, не происходит накопление поступающих из гипоталамуса гормонов и их выделение в кровь. К ним, кстати, относится вазопресин, антидиоретически оказывает сосудосуживающий эффект, в результате чего вызывает повышение антреального давления, а действуя на почки, регулирует мочеотделение, уменьшая мочеобразование, так как способствует при абсорбации воды в почечных канальцах. Если его мало, дюрес возрастает в несколько раз. Ну и хочется еще отметить, что есть окситоцин, он повышает тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, особенно матки, то есть он нужен во время родовой деятельности. Щитовидная железа. Щитовидная железа располагается на передней поверхности трахеи и боковых стенках гортани. Масса щитовидной железы в пределах 30-40 грамм состоит из двух долей и соединенной перешейкой. Снаружи покрыто двумя капсулами, внутренние образуют перегородки в железе, в которых происходят сосуды и нервы. Внутри железы имеются небольшие пузырьки, фолликулы, стенки которых образованы железистым эпителием и они как бы выполнены особым коллоидным, заполнены, не выполнены, простите, пожалуйста, а заполнены особым коллоидным веществом с гормонами щитовидной железы. Гормоны, йод, содержащие гормоны, тироксин, триодтиранин, а также кальцитанин. Тироксин и триодтиранин содержат йод и регулируют окислительные реакции в клетках, все виды обмены веществ, рост, развитие организма, функцию центральной нервной системы. При гиперфункции у человека развивается миксидема, заболевание, при котором окислительные процессы протекаются медленно, сопровождается слабой работой сердца, отечностью, обратите внимание на схемы, пониженной температуры. При гиперфункции возникает базедовая болезнь, больной худеет, развивается пучеглазие, избыток гормонов усиливает возбудимость нервной системы, повышает эмоциональность, при тяжелой форме прибегают к удалению части железы. Если в пище в воде недостаточно йода, то развивается эндемический зоб, при этом увеличивается объем железистой ткани, может достигать массы даже до 1 кг и более, которая вырабатывает достаточное количество гормонов и обладатель зоба может чувствовать себя совершенно здоровым. Для профилактики в тех местах, где проживают люди, неблагополучных по содержанию йода, добавляют йод в поваренную соль, то есть добавляется эйодистый калий. Пару щитовидные железы Пару щитовидные железы располагаются на задней поверхности долей щитовидной железы. Общая масса желез очень мала, 0,1-0,3 г выделяет парад гормон, он увеличивает концентрацию кальция в крови. При снижении кальция увеличивается выработка гормона, он стимулирует выход кальция из костей в кровь и уменьшает выведение кальция с мочой. Если кальция мало, развивается спазмофилия или по-другому еще судороги. Далее мы должны с вами разобрать надпочечники. Надпочечники парной железы массой около 12 грамм. Длина 6 см, ширина 3-4 см, толщина приблизительно 1 см, расположены у верхнего полюса почек. Они имеют наружный, корковый и внутренний мозговой слои. Гормоны коркового слоя регулируют гипофизом. Регулируются гипофизом. И к ним относятся минералы-кортикоиды. Альдостерон участвует в понижении натрия-калевого баланса, минеральный обмен и водно-солевое равновесие. При снижении его уровня снижается содержание натрия и увеличивается диуре, что может привести к летальному исходу. Глюкокортикоиды, гидрокортизон, кортизон, кортикостерон влияют на белковый, жировой и углеводный обмен, оказывают катаболическое действие, оказывают противовоспалительное действие, повышают устойчивость к инфекции, подавляют аллергические реакции, замедляют рост и формирование соединительной ткани. При недостатке гормонов коркового слоя развивается бронзовая или адиссоновая болезнь. Кожа приобретает бронзовую окраску, больной худеет, теряет аппетит, у него понижается содержание сахара в крови, падает кровяное давление, развивается слабость и проявляется быстрая утомляемость. Гормоны мозгового слоя не регулируются гипофизом. К ним относятся адреналин и норадреналин. Являются медиаторами симпатической нервной системы, повышают артериальное давление, сужают кровеносные сосуды, способствуют расщеплению гликогена и повышают концентрацию глюкозы, вызывают расслабление мускулатуры бронхов, усиливают работу скелетной мускулатуры, ускоряют обмен веществ, угнетают пристатику кишечника, увеличивают силу и частоту сердечных сокращений, являются стрессовыми гормонами, уровень которого может увеличиваться под влиянием симпатической нервной системы в 10 раз. Итак, адреналин расширяет сосуды сердца, мозг и мышц, сужает сосуды кожи, кроме, кстати, кожи лица, усиливает работу сердца, приводит к распазу гликогена и выведению глюкозы в кровь, то есть действует как симпатическая нервная система. Норадреналин вызывает те же эффекты, но вызывает сужение всех сосудов. Далее мы с вами рассмотрим железы смешанной секреции и к ним относятся, конечно же, мы сейчас с вами разберем, железа смешанной секреции, как железа внешней секреции через протоки выделяется, это именно поджелудочная железа, и через протоки выделяется под креотический сок в полоскишечника. Эндокринная часть представлена островками лангероганса, лангерогансы, секретирующие три гормона, инсулин, глюкогон и соматотропин. Итак, мы сейчас с вами видим на схеме, как раз мы с вами прекрасно можем увидеть, что гормоны поджелудочной железы, инсулин и глюкогон регулируют углеводный обмен. И эндокринная часть поджелудочной железы, составляют, это островки лангероганса, составляют 1% от всей массы железы. Что же такое у нас с вами инсулин? Инсулин, белок, снижает количество глюкозы в крови, поэтому при приеме пищи его уровень увеличивается. При повышении содержания инсулина в крови наблюдается накопление гликогена в печени и в мышцах, стимулирует распределение жира в жировой ткани. Секреция инсулина регулируется автономной нервной системой. Парасимпатическая стимулирует симпатическое тормозим. При уменьшении содержания инсулина развивается сахарный диабет. На картинке, на схеме, на слайде вы сейчас видите альфа-клетки, которые находятся в панкреатических дольках. Вот вы можете их посмотреть. Альфа-клетки при недостатке глюкозы секретируют глюкогон, который приводит к расщеплению гликогена и повышению уровня глюкозы в крови. Бета-клетки синтезируют инсулин, активирующий ферменты, под влиянием которых глюкоза из крови переходит в клетки печени и мышц, где превращается, внимание, в гликоген. Недостаточное количество инсулина приводит, о чем я уже вам выше сказала, к сахарному диабету. В организме, кто заболевает сахарным диабетом, в организме накапливаются кислые продукты обмена. И больные пьют много воды, худеют. Для лечения этого заболевания используют инсулин. При этом заболевании, которое я вам сказала, при избытке глюкозы может превращаться в гликоген и вводиться с мочой. Количество мочи в этот момент может достигать, представьте, от 4 до 5 литров в сутки. И для поддержания уровня глюкозы в крови питаться необходимо строго по часам. И таким людям иногда требуется первая помощь, которая состоит в срочном введении инсулина в организм. Железы смешанной секреции. Половые железы. Половые железы у мужчин представлены парными семенниками-яичниками и придаточными железами, представленными железой простаты. Семенными пузырьками, бульбура таянной железой с железой ульпера. Семенники округлые образования диаметром 4-6 см. Расположены вне брюшной полости в мошонке. Семенники покрыты плотной оболочкой на задней части утолщения. Средостень от которого отходят перегородки делящей семенники на дольки. Женская половая система состоит из парных яичников, алоупиевых труб, маски, влагалища и наружных половых органов. Яичники парные образования, где-то приблизительно 3,5 см, умноженные на 2 см, расположены в полости таза. В них образуются яйцеклетки и гормоны. То есть, сейчас мы должны с вами понять, у мужчин яички в мошонке, у женщин яичники в малом тазу. У них образуются половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. Эндокринная часть яичников секретирует половые гормоны. Тестостерон андроген мужской преобладает в яичках. И эстроген женский преобладает в яичниках. Преобладают развитие вторичных половых признаков, обеспечивают оплодотворение и развитие зародыша, а также, конечно, роды. К железам внутренней секреции также относится тимус или по-другому вилочковая железа или зобная еще ее называют. Находится в грудной клетке за грудиной и вверху примыкает к трахеи внизу к аорте. Имеет две асимметричные части, правую и левую. Покрыта капсулой от нее внутрь железы до соединительной тяжи, которые делят ее на дольки. Дольки имеют корковые мозговые слои. Основная масса железы 90% лимфоциты. В мозговом слое их меньше, чем в корковом. Гормоны вырабатывают в основном мозговой слой. Функционирование железы связано с возрастом наибольшей активной с 6 до 16 лет, а затем происходит дегенерация и замещение жировой ткани. Какие же гормоны вырабатывают? Гормоны лимфоциты стимулирующие, стимулируют созревание лимфоцитов. Тимозин стимулирует клеточный иммунитет, обладает противоопухолевым эффектом. Тимин блокирует передачу в нервно-мышечном синумсте и стимулирует иммунные процессы. Тимастерин стимулирует продукцию антитела, обладает противоопухолевым эффектом. И гипокальциемический фактор понижает уровень кальция и фосфора в костной ткани. При врожденной патологии, врожденное иммунодефицитное состояние, происходит повреждение костного мозга, снижается продукция стволовых клеток. На слайде вам представлен следующий. Следующая железа. И мы с вами видим щитовидную железу. Щитовидная железа располагается на передней поверхности трахеи. И, прошу прощения, мы с вами видим эпифис. Шишковидная железа. Секретирует мелатонин, который, влияя на гипоталамус и гипофис, блокирует образование половых гормонов. Эпифис, шишковидное, прошу прощения, шишковидное тело, это образование промежуточного мозга, располагается в полости черепа и лежит на пластинке четверо-холме среднего мозга. Масса 0,2 грамм. Выделяет мелатонин, серотонин, которые регулируют работу дорогих желез внутренней секреции. Тормозят преждевременное половое созревание, угнетая развитие половых желез и их активность. Регулирует выработку и концентрацию меланинов в пигментных клетках. Синтез гормонов уменьшается на свету и увеличивается в темноте. Сиротонин участвует в регуляции поведения сна, то есть биологические часы организма. Опухоли эпифиза могут привести к раннему половому и физическому развитию, часто с умственной отсталостью. Уважаемые слушатели, я попросила бы вас ответить на данные вопросы, которые вам будут сейчас представлены. Вот на данном слайде вам дается повторение. Здесь вам нужно будет после прослушанной лекции вы должны будете поставить пропущенные слова и повторить пройденный материал, который мы с вами благополучно сегодня разобрали. Итак, здесь вам нужно будет поставить пропущенные слова. А здесь вы должны будете дать ответы на поставленные вопросы. И в конце нашей лекции мне хочется сказать, что природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законы. Благодарю за внимание. До новых встреч! Всего вам доброго! И ввидимся! Продолжение следует...